Доброе время суток, друзья! Боевая провинция снова приветствует вас. Настал момент, чтобы обсудить прошедший бой. Это Василий Ломаченко и Хорхе Линарос. Как всегда, наши предположения, друзья, полностью совпали. Бой был равный абсолютно, за исключением двух неожиданностей, которыми нас удивил сначала Хорхе, и затем тоже меня удивил, ну и нас тоже, наверное, тех, кто был солидарен со мной, и Вася Ломаченко. Ну, в принципе, Вася не очень нас удивил, так как мы и предсказывали то, что все-таки бой будет за Васей, как и все, наверное, эксперты, любители боя. Бокса, ценители бокса. Все были правы, то, что Вася выиграет этот бой. Ну, наверное, за исключением тех, кто говорил, что это будет бой в одни ворота. Это победы Васи Ломаченко. И то, что зря там и Хорхе вышел на бой, у него нет ни одного шанса. Ну, наверное, только вот эти немножко ребята ошиблись. А так, в основном, друзья, все правы, наши ожидания все сбылись. Еще раз Василия поздравляем, и нас, болельщиков, славян, поздравляем. Ну, давайте так назовем, с праздником. Давайте пробежимся по бою, друзья. Что мы увидели в этом бою? Те минусы, о которых мы говорили в бою с Мерсидой, помните ролик? Они, значит, полностью оправдались. То, что Хорхе Ленарес все-таки не очень бьющий боец. Это раз, как мы видели это в предыдущих боях. Ну, там и по победам видно, там что-то 47 на 20 с чем-то. Сейчас не будем, друзья, на 28, что ли, побед. И то, что Ленарес не тамповой боец. Вот то, что спасло все-таки Васю от этого, от нехорошего момента. Вот так вот объясним мы это. И теперь, и теперь, друзья, что мы видим? Мы видим, что Вася быстро приспособился к Ленаресу. И я так думаю, хотя и судейские записки отдали, дали ровный бой, абсолютно ровный бой. Но я все-таки думаю, что первую половину боя как бы практически Вася забрал. Не за счет вот этих вот лишних движений, которые могут вести в заблуждение каких-то болельщиков. Вот именно за счет попаданий. Пусть они были легкие, но они были частые. И мне кажется, ну и там и жесткие были, в принципе, попадания. Но мне кажется, что их было все равно больше, чем у Ленареса. Ленарес все-таки видно, что он никак не мог приспособиться к Васе. И только после вот этого, по моему мнению, только после вот этого нежелаемого нокдауна, будь он не ладен, мы увидели, что поединок абсолютно переменился, значит. И тогда уже Ленарес начал забирать раунд за раундом. Начал забирать и увидели, что мы, друзья, мы увидели с вами какое-то опасение. И, конечно, Вася правильно сделал то, что перестал вот это прыгать, скакать, как и делал в первой половине боя. Пошел, как говорится, вабанг, пропуская удары, так как он понял, что все-таки удары, они не такие значительные у Хорхея Ленареса. То, что он их может все-таки держать у Васи. У Васи и блок хороший, но в конце руки и у Ленареса плохой блок. И у Васи руки уже опустились. И со временем, за счет вот этого темпа, у Ленареса встали ноги. Встали ноги, и это для любителя, для боксера, который работает в любительской манере, друзья, это совсем беда. То есть надо отходить. Блок не держит, блок не держит уже, за счет ног тогда нужно работать. Ленарес этого не смог сделать. И вот такой результат. И Васи, извинтив темп, еще раз повторюсь, пропуская удары, навязал вот эту как бы рубку, мини-рубку такую. Во второй половине боя, уже в конце, там, в десятом раунде получается, у нас в самом конце. И все-таки перекидал Ленареса. И я думаю, друзья, если бы даже Ленарес поднялся, он, конечно, друзья, если бы был в ранних раундах это попадание, допустим, он бы, конечно, встал. И, может, даже и выдержал этот удар. Но все-таки в конце боя вот этот прессинг со стороны Васи постоянный, постоянное напряжение. И уже и ноги встали, и сил не было у Ленареса. Ленарес функционально не был подготовлен. То есть физически он не мог выдержать этот темп. Он же привык работать умеренно. Вот в чем ошибка умеренности, ребята. То есть поработал, походил, там, кинул, постоял, отпрыгнул. А здесь постоянно натиск, натиск. И даже он видит то, что Вася пропускает удары, даже когда там четыре жесточайших удара пропустил. Это хорошо. Я еще раз повторюсь, Ленарес не обладает таким жестким нокрутирующим ударом. А Вася пропустил, покачался и все равно набрасывает. И здесь, конечно, Ленареса уже совсем не нашел время, чтобы передышать и достоять до конца раунда. Ну, Вася молодец, друзья. Как бы то ни было, поздравляем. Все, что предрекали, то и получилось. Но, конечно, вы меня спросите, а кто будет следующий боец, а что там будет. Вася сейчас полноценный король. Помните момент истины, ролик я выпускал, когда было много вопросов к Вася со стороны того же Ленареса, и Дэвиса, и Гарсия. Много вопросов было. Сейчас все вопросы отпали. Сейчас он эту корону забрал у Ленареса и стал полноценным настоящим чемпионом легковеса. Но я бы, друзья, не хотел, чтобы, если честно, чтобы спускался в эту легкую весовую категорию Майки Гарсии. Что-то у меня предчувствует такое, друзья, плоховатое. Пусть он лучше там остается. Где сейчас есть. А Вася пусть правит в легком весе. Это мое пожелание. Все, друзья, всем удачи. Подписываемся на боевую провинцию. Учимся разбираться в боксе. Да, мне еще высказывание комментатора в этом бою нашего российского понравилось. Он сказал, ребята, будьте преданы и любите бокс. Истинные слова. Удачи вам. Спасибо.